Признайтесь, вам когда-нибудь хотелось убить соседа? Теперь у вас есть реальная возможность сделать это. Пригласите его на страйкбол и осуществите все свои коварные замыслы. Очень большое доставляет удовольствие. Иногда убивать мужчин. Жалеть не придется ни о чем. Пуля, пластиковый шарик, смерть, красная ленточка в руках, пристанище в мире ином, специально огороженная зона, так называемый мертвяк. И, о чудо, люди имеют свойство через несколько минут оживать. Выходим из мертвяка! Так что практиковаться в стрельбе по живым мишеням можете сколь угодно долго. В рамках игры, конечно. Изрядная доля адреналина и море удовольствия вам обеспечены. Что для этого нужно? Прийти на игру, например, в республиканское спортивное общественное объединение страйкбол и экипироваться. Во что вы одеты имеет, пожалуй, определяющее значение. Без специального снаряжения к страйкболу вас просто не допустят. Камуфляж, наколенники, разгрузочный жилет, маска или очки, шапка или шлем, предметы первой необходимости. Ах да, оружие забыли. Без него игра не игра. Пистолеты, автоматы, винтовки и даже гранаты – неотъемлемые атрибуты страйкбола. Все это можно взять на прокат или купить. Мы решили проверить, насколько интересен этот новомодный вид спорта и пригласили на закрытие по страйкболу независимого эксперта, профессионала стребе и беги, многократного призера чемпионатов мира и Европы по биатлону Алену Зубрилову. Прослушав вводный курс молодого бойца, Алена тут же приступила к практической реализации советов. Комбинезон, ботинки, шапка, маска, оружие. Образ воительницы готов. Раз, два, три, к войнушке готовы. Все ложись, идем стрелять. Осталось выслушать инструкции к игре и в бой, которые, надо сказать, рвались все участники. Алена немного нервничала. Здесь будет все по-настоящему. И нужно держаться как можно дольше до последнего. Трупиком становиться. Рядом с грозными вооруженными мужчинами Алена немного запаниковала. Да, я думаю, моя физическая подготовка на сегодняшний день уступает ребятам, которые играют в эти игры. Они же мужчины. Присутствие сильного пола нисколько не смущало других девушек, хотя считается, что страйкбол не женское дело. Почему не женское? Очень много девушек занимается страйкболом. Это очень полезно для здоровья. Бег укрепляет, отжимания, приседания. Это, в общем-то, как фитнес. Только на природе. Совсем не сложно бегать с мужчинами, потому что, когда ты играешь, ты такой же боец, как и они. И все же мужчин в этом фитнесе гораздо больше. Но петиции с жалобами на отсутствие мужей разъяренные жены пока не подавали. Почему? Объяснение простое. Ну, понимаете, страйкбол ночной бывает редко. Редко. Это рыбалка ночная бывает, правильно? Да. Страйкбол в основном происходит днем. Так и начались военные действия посреди белого дня. Алена не отставала. Стойко защищала здания, приноравливалась к стрельбе из неудобных положений, выслеживала противника, уничтожала условных врагов. В общем, ушла с головой в игру. Признаемся честно, оператор не успевал за шустрой биатлонистой. И что значит опыт? Алена ни разу не попала в мертвяк. Чтобы дождаться комментариев от новоявленного бойца страйкбольного фронта, пришлось не один час померзнуть на пригорке. Наконец-то показались наши. Мы там сидели в засаде, ждали, когда будет наступление. Ну, а потом начали потихоньку отходить. А вообще ты здоровая? Она стражалась просто как настоящий боец. И это после первого тараза. Наверное, для людей, которые любят эмоции, любят адреналин. Это вид спорта, который их реализует. Даже, в общем-то, и с семьей, и с маленькими детьми можно заниматься страйкболом. Алена осталась в полном восторге от проведенного эксперимента и всерьез задумалась о возвращении на страйкбольную площадку.